Абхазская сказка «Джамхух, сын оленя» Было это давным-давно. Жил в то время на свете один владетельный князь. Однажды в сопровождении своих дворовых он охотился в горах. Долго ходили охотники по горным тропам, и досталась им богатая добыча. Серны, косули, пошли охотники в обратный путь. Спустились на зеленую поляну, видят, на краю поляны греется на солнце олениха с оленятами. Обрадовались охотники и стали осторожно к ней подбираться. Старый князь впереди, смотрит он, что за диво, среди оленят голый мальчик играет с ними, словно их брат. Очень удивились охотники и захотелось им поближе поглядеть на мальчика. Владетельный князь крикнул, не стреляйте в оленей, поймаем этого мальчика живым, узнаем, кто он такой. Олениха с оленятами завидела людей и стрелой помчалась в лес. Побежал с ними и мальчик. Быстрые ноги были у него, но все же он обстал от оленей, и охотникам удалось его настигнуть. У старого князя не было детей, вот он и решил оставить мальчика себе. Почему же этот ребенок оказался в лесу среди оленят? А вот почему. Во время одного вражеского набега на село многие жители попали в плен. Попала вместе с другими в плен и одна женщина. В дороге она родила сына, но безжалостные враги вырвали ее из рук ребенка и бросили в лесу. Недалеко от того места, где был брошен ребенок, послась олениха с оленятами. Она подошла к мальчику, обнюхала его и накормила своим молоком. После этого олениха часто приходила к нему и кормила его, пока он не стал ходить. Мальчик привык к оленятам и вместе с ними всюду следовал за своей спасительницей и кормилицей. В доме князя одели обули мальчика, научили его человеческой речи и дали ему имя Жамхух, сын оленя. Жамхух рос не по дням, а по часам. Он был смелый, красивый и находчивый. И пошла слава про Жамхуха, сына оленя, по всем горам и ущельям. Однажды князь заболел. Почувствовал он, что смерть стоит уже у порога. Подозвал Жамхуха и сказал ему. Пришел мой последний час, Жамхух. Оставляю тебе все мое богатство. Возьми ключи от моих шундуков и подвалов. Будь теперь хозяином дома. Только в одну комнату не входи. Если откроешь ее, приблизишь день своей гибели. Там хранится изображение сияющей, как луна красавицы, сестры семи братьев Адау. Что живут в восточной стороне. Кто посмотрит на нее, все на свете забудет. А кто пойдет искать ее, найдет только свою смерть. Было у меня три сына. Сложили они из-за нее свои головы. Сказал так старый князь и умер. И вот остался Жамхух полным хозяином в доме. Но ни на что смотреть он не хотел. Ничто ему не было мило. Он думал только о той комнате, где хранилось изображение красавицы. Может быть и погибну я, если взгляну на эту красавицу, думал Жамхух. Так ведь если не увижу ее, тоже когда-нибудь умру. Долго он колебался и не выдержал. Открыл заветную комнату. Здесь Жамхух увидел портрет сестры семи братьев Адау. Красота этой девушки так поразила его, что у нее дух захватило, в голове помутилось. И он дал себе клятву найти ее во что бы то ни стало. Оделся Жамхух получше, подвесил к поясу кинжал и отправился через леса и горы, через реки и долины, прямо на восток. Туда, где в замке семи братьев Адау жила красавица. Много дней и ночей провел в пути Жамхух. И вот он увидел на вспаханном поле человека. Этот человек с жадностью глотал коми и земли и приговаривал. Я голоден, я голоден. Ох, до чего же мне хочется есть? Жамхух с удивлением долго смотрел на него. Наконец подошел к нему и спросил. Что ты за человек? В первый раз встречаю такого объедалу. Не понимаю, чему ты удивляешься, сказал незнакомец. Я самый обыкновенный человек. Вот если бы ты встретил Жамхуха, сына оленя, было бы тебе чему удивиться. Я, Жамхух, сын оленя, сказал юноша. Но я и комка земли не смог бы проглотить, а ты съедаешь целые глыбы. Если ты в самом деле, Жамхух, то я буду твоим товарищем и спутником, сказал объедалов. Проглотил он еще ком земли и отправился вместе с Жамхухом в путь дорогу. Скоро подошли они к водопаду и увидели человека. Этот человек стоял у самого водопада, ловил ртом пенную струю и приговаривал. Ох, как я пить хочу, ох, как я пить хочу, ох, как я хочу пить, ох, как я хочу пить. Неужели ты боишься, что тебе воды не хватит, удивился Жамхух. Что ты за существо, которое готово выпить всю реку? Я самый обыкновенный человек, и удивляться тут нечему, ответил опивала. Вот если бы ты увидел Жамхуха, сына оленя, было бы чему удивиться. Жамхух, сын оленя, это я, но я не выпью и пол ведра воды. Если ты в самом деле Жамхух, то я буду твоим верным товарищем, сказал опивала. Пошли они втроем дальше и видят, на горном склоне какой-то человек с мельничными жерновами на ногах пасет стадо зайцев. И чуть какой-то, и чуть какой заяц бросался в сторону, пастух одним прыжком догонял беглеца. Вот чудак, воскликнул Жамхух, зачем ты прикрепил к ногам такую тяжесть? Да разве это тяжесть, усмехнулся незнакомец. Без этих жерновов я стану таким легким, что не устаю на месте. Ноги сами унесут меня на край света. А на что годится пастух, если он бежит от своего стада? Подивился Жамхух, а незнакомец сказал ему. Не удивляйся, я самый обыкновенный скороход. А вот, говорят, есть на свете Жамхух, сын оленя. Если бы ты его увидел, тогда было бы чему удивляться. Жамхух, сын оленя, это я, сказал юноша. Только я не смог бы и шагу ступить, если бы привязал к ногам такие тяжелые жернова. Если ты в самом деле Жамхух, то я твой верный товарищ, сказал скороход. И он присоединился к путникам, а чтобы не забегать вперед, прикрепил к ногам еще по одному жернову. Шли они, шли и видят, стоит на дороге человек и смотрит в небо. Что ты там высматриваешь, спросил его Жамхух. Разве ты не видел, как орел загнал на седьмое небо голубя? Я пустил стрелу в орла и жду, когда он упадет на землю. Удивился Жамхух, а стрелок говорит. Что в этом особенного? Я только остроглаз. Тут удивляться нечему. Видно, ты ничего не знаешь про Жамхуха, сына оленя, если так удивляешься. Жамхух, сын оленя, это я, сказал юноша. Но я не могу похвалиться такой зоркостью и меткостью. Если ты Жамхух, то я твой верный товарищ, сказал остроглаз и присоединился к путникам. Пошли они все вместе дальше, через леса и горы, через долины и реки. Видят, лежит на дороге человек. Приложил он ухо к земле и что-то слушает. Что ты тут делаешь, спросил его Жамхух. Подожди, подожди, замахал руками человек. Ты мешаешь мне слушать. Два муравья под землей ссорятся, а я слушаю, что они говорят. Хочу узнать, из-за чего они поспорили. Что за удивительный человек, воскликнул Жамхух. Мы не слышим, о чем говорят люди всего за несколько шагов, а он слышит, о чем спорят муравьи под землей. Что тут особенного, сказал незнакомец. У меня всего-навсего хороший слух. А вот если кто достоин удивления, так это Жамхух, сын оленя. Жамхух, это я. Но и мне далеко до тебя. Если ты в самом деле Жамхух, то это верный товарищ, сказал слухач. И, не дослушав, чем кончится муравьиный спор, скачил на ноги и присоединился к путникам. Все шестеро пошли дальше. Видят они, на дереве сидят голуби, а между ними быстро ходит какой-то человек. Он ловко и незаметно для голубей выдергивает перья у одного и прилаживает к другому. Жамхух и его товарищи с удивлением смотрели на него, на этого искусника. А он заметил их удивление и сказал. Если вы удивитесь такой простой забаве, то как бы вы поразились, если бы увидели Жамхуха, сына оленя. — Жамхух, это я, — сказал юноша, — но с таким делом я никогда не справлюсь. — Если ты в самом деле Жамхух, то я стану твоим верным товарищем, — воскликнул искусник. Пошли они дальше. Видят, навстречу идет человек и несет на голове целый дом. Увидел он, что путники остановились в изумлении, и говорит им. — Что это в рты разинули? Какого вы деву усмотрели? Вот если бы увидели вы Жамхуха, сына оленя, была бы у вас причина для удивления. — Я Жамхух, сын оленя, но не только целого дома, а и курятника не подниму, — сказал юноша. — Если ты и вправду Жамхух, то я твой верный товарищ, — молвил силач. И пошли они дальше, прямо на восток, туда, где в замке братьев Адау жила красавица. Шли они шли, очень долго шли. И вот, наконец, добрались до этого замка. Жамхух и его товарищи вошли в ворота и увидели, что на острых зубцах стен надеты человеческие черепа. А в замке, как раз в этот день, все братья Адау были в сборе. С ними была и красавица-сестра. Увидел ее Жамхух, и глаз от нее не может отвести. Так она прекрасна. Старший Адау подошел к гостям и говорит, — Пусть будет счастлив ваш приход, дорогие гости. Кто вы, откуда и куда лежит ваш путь? Жамхух поклонился и сказал, — Привет вам. Я Жамхух, сын оленя, а это мои товарищи. Пришел я сватать вашу сестру. Что скажете? Усмехнулись братья Адау и сказали в ответ, — Не можем мы выдать нашу единственную сестру за первого встречного. Покажешь свою силу и ловкость, девушка твоей будет. А не покажешь, твоя голова будет там. И показали на стену, где один зомби-бец был без черепа. — Хорошо, — согласился Гамхух. — Пусть будет по-вашему. Покажу вам мою силу и ловкость. Тут старшая Адау и говорит, — Вон, видишь, на дворе лежит камень. Если ты расколешь его своим кинжалом, будешь достоин нашей сестры. Услышала красавица слова брата, и жаль ей стала Жамхуха. — Если бы у этого юноша был волосок из моей косы, и перед тем, как рубить камень, он провел бы им по лезвию кинжала, — Рассек бы он этот камень, — шепнула она. Тихо она шепнула, но слухач уловил ее слова. Он сейчас запередал их искуснику, тот незаметно вытащил волосок из косы девушки и дал Замхуху и сказал ему на ухо, — Проведи волоском по лезвию своего кинжала. Замхух выхватил кинжал, провел волоском по лезвию и тут же одним ударом рассек камень пополам. Растерялись братья Адау, не знают, что и сказать. Наконец старший додумался. — Вижу я, — воскликнул он, — что ты и вправду молодец. Не знаю, что мои братья скажут. Тут один из Адау говорит, — А сможет ли Замхух быть достойным нашим сотрапезником? Сможет ли он съесть и выпить столько, сколько съедаем и выпиваем мы? Зарезали Адау двенадцать быков и баранов и приготовили из них всякие кушанья. Замхуха говорит им, — Я всегда сначала угощаю моих товарищей, а потом уже и сам сажусь за еду. Так и теперь будет. Адау не стали с ним спорить, согласились. Тут сел за стол объедалого, съел все и говорит, — Я только что во вкус вошел, а уже ничего не осталось. Не найдется ли у вас добавки? Адау только руками разолил. — Хорошо, — говорят, — Хорошо, мы уступаем. Выкатили они большую бочку вина и говорят Замхуху, — Покажи нам теперь, как ты пьешь. Но тут к бочке пристроился и опивало. Он одним духом осушил бочку и сказал, — Вино неплохое, одно плохо, маловато было. Задумались Адау и вот что решили. С этим молодцом нельзя тягаться. Попробуем испытать его товарищей. Может быть, мы перехитрим их. Сказали Адау Джамхуху. Выбери среди твоих спутников кого-нибудь, а мы своего человека выставим. Пусть они бегут к морю. Если твой товарищ вернется раньше, мы тебе отдадим сестру. Что ж, прекрасно согласился Джамхуху и сказал Скороходу, — А ну-ка, брат, покажи им свою прыть. Адау привели своего бегуна, какую-то старуху-ведьму. Глянула ведьма на Скорохода и спрятала зачем-то под передник мешочек просу и курицу. Увидел Скороход, с кем ему придется состязаться, и рассмеялся. Пустился он бежать и в один миг очутился у моря. Тут подоспела старуха, смекнула она, что с ним тягаться ей не по силам, и сказал Скороходу, — Они там о чем-то спорят, а нам чего ради мучить себя? Давай, сонок, сядем и отдохнем. Скороход согласился и прилег на берегу моря, не догадываясь о замыслах старой ведьмы. Ведьма стала расчесывать гребнем его голову. Прошло немало времени, Скороход разморился и заснул. Тогда ведьма насыпала ему волосы проса и выпустила курицу, а сама побежала стремглав обратно. Курица клюет проса, а Скороход думает, что эта старуха чешет гребнем его волосы. Замхут с товарищами ждут, что вот-вот появится Скороход, а вместо Скорохода вдали показалась Старуха. Тогда слухач приложил ухо к земле и сказал, — Я не слышу шагов Скорохода. Он заснул, я слышу его храп. Тогда Старуха схватил стрелу, прицелился, выстрелил и отбил кусок от жернова на правой ноге Скорохода. Ах, воскликнул Скороход и мигом проснулся. Вскочил он, разогнался и очутился вмиг на лестнице замка Адау, а старуха только еще подбегала к воротам. Тут Адау придумали для земхуха последнее испытание. Во дворе их замка стоял такой высокий столб, что если взглянуть на его верхушку, шапка с головы валилась. Братья Адау и говорят замхуху, — Поставь на голову мишку с кипятком и взберись на этот столб, а потом спустись обратно и не пролей ни одной капли. Выполнишь это — отдадим тебя за нашу сестру. Не выполнишь — потеряешь голову. Поставил замхух мишку на голову и полез на столб и добрался до его верхушки. Осмотрелся он кругом и вдруг увидел, что волки терзают олениху, которая его выкормила. Не выдержал замхуху, заплакал. Покатились слезы по щекам и упали на землю. Увидели Адау прозрачные капли и решили, что замхух пролил воду из миски. Обрадовались они, стали смеяться. Замхух шлез со столба и сказал Адау, — Напрасно радуйтесь, это была не вода, а мои слезы. Не поверили ему Адау. — Какие слезы, — кричат, — это вода из миски. Не стал замхуху спорить с ними. Полез он во второй раз. С полной миской забрался на вершину столба и спустился, не пролив ни одной капли. Тут братья Адау убедились, что они ничего поделать не могли. И стали думать, как бы погубить замхуха. Если мы не отравим замхуха, его товарищи придется отдать ему нашу сестру. Приготовили Адау много еды. А в блюда, поставленные перед замхухом и его товарищами, всыпали отраву. Но слова коварных Адау подслушал Сухач и рассказал об их сговоре искуснику. Тот мигом переставил блюда, что стояли перед товарищами к Адау. А те блюда, что были перед Адау, поставил перед товарищами. Адау съели отравленную пищу, которую сами же всыпали яд. И настал конец их дурной жизни. Джамхух хотел вывезти красавицу из замка и взять с собой. Но тут подскочил селач, поставил замок себе на голову и сказал, зачем брать одну девушку? Лучше взять ее вместе с замком, в котором она родилась и выросла. И все вместе отправились в селение Джамхуха. Там поставили замок Адау и сыграли веселую свадьбу. Все ели и пили в волю. Даже объедала и опивала, наелись, напились вдоволь. И все радовались удаче Джамхуха, сына оленя. Субтитры создавал DimaTorzok